МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И там потерялся. Слава богу, его нашли спасатели и уже в понедельник доставили домой. Ну а всего за 2018 год отрядами Кубань-Спаса в горах и лесах края было проведено 196 работ и 176 человек было спасено. Уже за этот год на такие вызовы спасатели выезжали 44 раза. Как правильно себя вести, если вы потерялись? Об этом сегодня и поговорим. У нас в гостях Екатерина Корольчук, инструктор профилактики общественной организации «Лиза Алерт». Все правильно? Да, поисково спасательный отряд. Екатерина, скажите, пожалуйста, в этом году какие чаще всего поступают сообщения потерявшихся? Это больше потерялись туристы, грибники, дети? Вот какая-нибудь градация есть у нас? У нас, в принципе, каждый год одно и то же. У нас пропадают зачастую приезжие люди, которые приехали к нам отдыхать. Уже вовсю идет сезон морской, то есть в районе морей все приморские города пестрят нашими пропавшими. И сейчас дожди прошли, и сейчас уже, естественно, пойдет именно лесной такой пик. Пойдут грибники, пойдут как раз туристы пропавшие, то есть все-все-все. То есть вы уже наперед знаете, кто у вас когда пойдет? Ну, конечно. Это помогает вам строить, конечно, и работу, да? Конечно, мы знаем, что пора готовиться к сезону. Как вы готовитесь к сезону грибному, например? Конкретно мы? Ну, вот конкретно Лиза Лев, да. Мы пытаемся выспаться в первую очередь. Ну, как готовимся? Как-то подготовиться особенно нельзя. Мы стараемся набрать как можно больше добровольцев, обучить их, успеть каким-то навыкам, чтобы они уже более опытными были в плане поисков и подготовленными. Кстати, про это хочу спросить. Как стать вашим волонтером? То есть какими качествами должен обладать человек? Куда нужно обратиться? Есть ли у вас какие-то там инструкторские центры? Как вы их обучаете? Знаете, нужно обладать всего одним качеством. Нужно хотеть действительно помогать людям. И нужно хотеть помогать пропавшим людям. В принципе, больше ничего такого не нужно. То есть не нужно быть сверхсильным каким-то, сверхумным, я не знаю, там какими-то другими, какими-то нереальными качествами обладать не нужно. Это абсолютно любые люди. У нас есть даже, я вам скажу, люди с какими-то ограниченными возможностями. И они прекрасно помогают. То есть есть работа инфоргов, которые делают свою работу, сидя дома на диване. И прекрасно справляются и помогают. Это распространение ориентировок в соцсетях, прозвон медицинских учреждений, разговоры с родственниками пропавших, сбор информации. Это вот как раз именно работа инфоргов, инфопоизм, группы информационных компаний. А если мы говорим про категорию лес, где очень часто участвуют волонтеры в вашей организации? Самим поисковикам все, что нужно, это правильно собраться в лес. То есть если вы в первый раз идете на поиск, вам нужно знать, что в лес мы всегда одеваем крепкую обувь, которая будет нам действительно удобной. В идеале, чтобы лодыжка была закрыта и зафиксирована. На случай, если вдруг ногу подвернул, соответственно, не будет какой-то травмы. Нужно четко понимать, что одежда должна быть обязательно закрытой. Нужно четко понимать, что одежда не должна где-то там давить. То есть, допустим, если мы идем в джинсы, джинсы могут натереть ноги от долгой ходьбы. И, соответственно, результат будет. Группу придется развернуть, человек будет не в состоянии идти. То есть одежда удобная, одежда закрытая, чтобы не покусали клещи, комары. И, в принципе, все. То есть дальше мы просто собираем свой чемоданчик, маленький рюкзачок, в который кладем обязательно перекус, в который обязательно мы кладем с собой примерно литр воды на человека. С собой мы берем обязательно небольшой термос с теплым чаем сладким, на случай, если мы находим пропавшего, чтобы дополнить силы и напоить человека. Мы с собой берем свисток, мы с собой берем компас, если у нас есть. Если у нас ничего нет, нет даже банального фонарика, мы не расстраиваемся, все равно идем, потому что мы выдадим. Все ясно. Хочу добавить, что вы работаете иногда еще и с такими службами, как Кубань-Спас. Работаете? Мы сотрудничаем и с полицией, и с МЧС, и с Кубань-Спас, на поисках очень часто с ними пересекаемся. И если действительно у нас получается такой дружный, сплоченный коллектив, то это и отражается на результате поиска. Прямо сейчас с нами на связи как раз специалисты Кубань-Спаса, потому что ежедневно несут они вахту на территории нашего края, и в горах, и в лесах. Прямо сейчас хотим поговорить о том, как правильно себя вести, как правильно подавать сигналы, чтобы тебя быстрее нашли. С нами на связи Александр Анатольевич Нестеров, начальник отдела оперативного реагирования Кубань-Спаса. Александр Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Пришлось уже кого-то в ближайшие дни искать, кроме того пенсионера, который за грибами ушел в Масловском районе? Да, приходится искать. Около 10 случаев уже на этот период буквально с начала лета у нас. И это вот вы правильно подметили, пенсионер, да, потому что люди не рассчитывают своей силой, и возраст уже не тот. И как правило, вот именно физическая форма уже не свежая, так скажем, зачастую является причиной того, что человек просто не может самостоятельно выйти и сориентироваться. То есть в основном получается искать именно пенсионеров? Я думала, что это молодые у нас, горячие, в горы лезут, нет? Давайте тоже разберем, если мы говорим о грибникахе, сразу на две группы. Одни, те, которые почти профессионально этим занимаются и иногда даже зарабатывают на жизни. Вот с этой группой, как правило, ничего вообще не происходит. Они знают, куда идут, они знают, как выйти, они в любую погоду сориентируются и, так сказать, добудут себе средств. И грибы в том числе. А люди, которые... Новички, да? Да, новички или те, вот опять же, о которых я сказал, что они просто уже, ну, так скажем, недостаточно подготовлены для таких походов за грибами. Вот с ними как раз такие случаются. Понятно. Александр Анатольевич, какие самые опасные места вы являете в Краснодарском крае? Где чаще всего теряются? Вот грибники, например. Ну, это у нас Абшеронский район, Горячий Ключевской, Мостовской, Северский, Абинский. Ну, и Белореченский тоже бывает у нас, пристовая работа в Белореченском районе. Менее таких, так сказать, массовые, это уже идет Суапсинский район, город-кород Сочи. Ну, иногда вот со стороны гибель-жика тоже нам приходится производить. Если человек понимает, что он заблудился в лесу, как правильно подать сигнал и что нужно прежде всего сделать? Ну, учитывая наши реалии, у всех есть сотовые телефоны. И вот первая надежда, это как раз-таки сотовый телефон, если вы потерялись. И максимально надо держать его в рабочем состоянии. То есть, если он подсевший, то лишний раз никому не звонить. Ну, и в то же время, если получилось выйти на связь, первым делом, конечно, нужно в их службу позвонить. А это телефон 112, по которому уже привлекут те службы, которые необходимы в данной ситуации. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Я знаю, что Екатерина хотела добавить что-то, к словам нашего эксперта, да? Да, я могу добавить, что люди, которые хорошо знают лес, отлично теряются на самом деле. И неоднократно мы сталкивались с этой ситуацией, когда человек потерялся исключительно из-за своей вот такой самоуверенности. Я этот лес знаю как свои пять пальцев, я сюда каждый год хожу и неоднократно. Но именно вот сегодня что-то пошло не так. А что это может быть, что пойдет не так? Да все, что угодно. Элементарно какая-нибудь магнитная буря, которая просто... Состояние здоровья у человека вот чуть-чуть стало хуже ему, там, замутнение в голове, свернул где-то не там, пришел потом в себя, о, все, лес уже незнакомый. Все что угодно может быть. Все-таки не будем забывать о том, что такое лес. Лес это просто деревья, все деревья между собой одинаковые, да. У меня был поиск, где даже мы долго смеялись с этой ситуацией, мне звонят ребята на телефон. Это станица Калужская, на заметочку. Жителям там связь ловит, можно звонить и на 112, и на горячую линию нашего отряда. У нас есть даже направление, такое лес на связи. То есть ребята при помощи разговора с пропавшим по сотовой связи могут помочь ему либо самостоятельно выйти, либо сориентировать, где находится, чтобы туда уже отправить группу, да, которая уже человека заберет, скажем так. И благополучно работает по всей России это направление. Очень часто выводят вот так вот из леса пропавших. И была ситуация, когда мне звонили и говорят, ты где? Я говорю, я нахожусь в лесу. А где именно? Ну где? Вот между деревьев. А как вы можете описать, где вы ходите? Ну вот именно, что никак невозможно в лесу описать, где ты находишься. Поэтому, понадеявшись, допустим, на то, что я вот там вот вижу сосну, там буквально за пять минут можно ее потерять из вида и потеряться. Нужно какие-то оставлять пометки, я не знаю, ну не хлебные крошки, ну там завязать какую-нибудь теряпочку? В принципе, любой человек должен понимать, что для того, чтобы пойти в лес, все-таки он идет в место повышенной опасности. Любой лес – это место повышенной опасности. Там нет больниц, там нет прохожих, которые подскажут дорогу, там нет человека, который тебе поможет, если там что-то случилось, какие-то проблемы со здоровьем. Первое, что нужно сделать, это изучить карту, куда мы идем, для чего это нужно. Там есть однозначно какие-то линейные ориентиры рядом, там есть и какие-то речки. То есть банально не нужно уметь читать прям сверх… С азимутами. Да, там с азимутами совсем карту. Нужно просто понимать, что если я выйду к речке, значит, я буду примерно вот здесь, вот здесь, и мне нужно будет там либо развернуться, чтобы выйти из леса, потому что я вижу, что она там идет перпендикулярно там чему-то. То есть вот такие какие-то мелочи можно посмотреть, понять по карте, и уже это поможет ориентироваться в лесу. То есть мы не на деревья будем, естественно, рассчитывать, которых там много, а будем на какие-то такие конкретные ориентиры рассчитывать. Обязательно нужно своим родственникам сообщить, или знакомым, если, допустим, нет родственников, уехал там на дачу, к примеру, в Краснодарский край, в горячий ключ, а родственники в Москве, и пошел в лес за грибами. Но сообщите своим знакомым, хотя бы соседям, что вы уходите в лес, будете, например, заходить со стороны такой-то станицы, вы планируете в 5 часов вечера вернуться домой. Если вы в это время не вернулись, пускай они вызывают сотрудников МЧС, пускай звонят нам в отряд, оставляют заявку. Можно позвонить по горячей линии 8 800 754 52, это круглосуточный бесплатный телефон, и оставить свою заявку на поиск человека. Если говорить о ситуации, когда вы находите человека, вы спрашиваете у него, в любом случае случается диалог, вы понимаете, чтобы собрать информацию, как это произошло. Что чаще всего является причиной того, что он потерялся? Именно в лесу или мы вообще говорим? В лесу, если говорить про лес. Вы знаете, я, если честно, даже, наверное, никогда не расспрашивала. Когда находишь человека, да, уже неинтересно, почему он пропал. Очень важно его доставить из леса уже в зону, где находятся, как правило, его родственники, задать его здоровым, живым. Были случаи рецидивистов, когда вот вы его только что нашли, через месяц опять, о, здравствуйте. Я вам скажу, что мой первый лесной поиск заканчивался примерно так. Большое спасибо, что вы помогли. Но я пошел. Мы в лес не пойдем, и потом так, через паузу, в этом году, в следующем году, мне приходило сообщение о том, что от дочки одной из пропавшей, что мама вот собирается опять в лес, если что, вам можно будет позвонить. То есть, да, вот такие рецидивисты. Ну, это и оказались, в принципе, знакомые моей сестры, как потом выяснилось. Как-то хотят люди потом в итоге провести работу с вами, может быть, узнать какие-то вещи, как лучше одеваться, чтобы тебя быстрее нашли, на что ориентироваться. Им за ним интересно это понимать? Мы когда шли, вот, по крайней мере, на том поиске, я точно помню, что вот мы шли, наверное, около двух часов выходили из леса, и два часа им приходилось слушать мои лекции о том, как одеваться, поэтому из-за этих двух бабушек я вообще не переживаю. Это самые опытные, наверное, сейчас поисковики будут, грибов в лесу. А так вообще на этот момент рассказывать пропавшим, но они, как правило, уставшие, им не особо интересно. Не воспринимают уже, да, они вернулись домой, вот стрессовое состояние, оно еще остаточное есть в любом случае. Конечно, им не до этого. А родственникам рассказывали. Еще хочу одну тему важную поднять, которая тоже в формате потерявшихся грибников, вообще грибов. Чем опасно отравление грибами? Потому что очень часто именно это становится причиной смерти многих кубанцев и гостей нашего региона. Об этом мы спросим у эксперта по телефону. С нами на связи Дмитрий Юрьевич Потапченко. Это анестезиолог-реаниматолог Краевой клинической больницы номер один. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Что нужно сделать в первую очередь, когда появились недомогания, первые симптомы, что человек может отравиться грибами? Ну, хотелось бы сказать, что в первую очередь не нужно употреблять грибы как продукт питания, собранные с улиц, собранные с непонятных территорий и купленные у людей, которые не имеют лицензии для продажи грибов. Если появились первые симптомы отравления грибами, необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, вызвать скорую помощь или же обратиться самостоятельно в стационар в приемный покой. Дмитрий Юрьевич, я хотела спросить, чем могут быть опасны именно грибы? Какие они яды содержат? Что прежде всего страдает от этого? Грибы содержат много ядов. Есть грибы, которые нейротоксичные грибы, есть грибы, которые гепатотоксичные, нефротоксичные. Но, как правило, мы стали отмечать тенденцию того, что наши пациенты, бывшие грибники, употребляют не только грибы с определенным ядом, но, как правило, несколько грибов собирают на одной поляне, перешли на другую поляну, купили у одного продавца на дороге, следом через 3 километра остановились, купили у другого продавца на дороге. И, то есть, смешанная клиника. Нужно необходимо обращать внимание, что первые симптомы, которые появляются при отравлении грибами, это симптомы со стороны центральной нервной системы, галлюцинации, бред, ухудшение зрения, ухудшение слуха, вплоть до потери сознания и комы. И симптомы со стороны пищеварительной системы. Это различные диспепсии, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. Сразу вызываем скорую, правильно, Дмитрий Юрьевич? Да, даже если употреблял человек грибы на протяжении какого-то отдаленного срока, например, яды бледной поганки, они самые опасные яды для человека, и там имеется период мнимого выздоровления, когда пациент, когда, будучи еще не пациентом, человек принял бледную поганку в пищу, а там достаточно минимального количества, 1,4 гриба. Понятно. И вроде как появилась тошнота, вроде как все прошло затем, а потом через 3 дня полная клиническая картина разворачивается, и вплоть до летального входа. Спасибо большое за комментарий вам, Дмитрий Анатольевич. Я хочу сказать вам тоже, Екатерина, большое спасибо, потому что все только начинается, и важно знать главные правила, чтобы не потеряться. Спасибо большое.